Больше 20 медалей разного достоинства завоевали дагестанские спортсмены на чемпионате мира по джиу-джитсу. Турнир завершился накануне в Москве. Некоторые из триумфаторов уже успели вернуться на родину. В аэропорту чемпионов встречали родные друзья, а также наши корреспонденты. Слово Курбану Рагимову. Золотая медаль в руках у полутора годовалого Джабраила – самая высокая спортивная награда его отца Магомеда Резванова. Выходец из селения Верхняя Инхилу Ахвахского района впервые участвовал в чемпионате мира и сразу же сумел забраться на педестал. Путь к вершине был непростым. Резванову пришлось провести четыре победные схватки. В них мастер спорта по самбо и дзюдо полностью реализовал свои базовые навыки. Я тренируюсь в спартак, самбо, дзюдо, по джиу-джитсу, по греблингу занимаюсь в школе Сауду-Лайска. Это Албакаро, университет файтер. Я прошел двухнедельный сбор перед этим соревнованием. Спасибо всем тренерам. За выступлением Магомеда с замиранием сердца следили его близкие родственники и друзья. Все они приехали в аэропорт, чтобы разделить с чемпионом радость победы. Заслуга, друзей его, тренеров, всех тренеров. Начинаю с Анулы Гасанханова, кончая, Шамин Шамсудинович, под дзюдо. Всех ребят благодарю, всех тренеров, всем спасибо, что сделали с него чемпионы. Я очень сильно волновался за брата, потому что он с Москвы ехал с травмой руки. Ну, как давно Всевышний, нам ему Всевышний помог, и он занял первое место. Тем же обрадовал и меня, и родителей, в первую очередь, и его окружение. Чемпионат мира по версии ACB собрал около полутора тысяч спортсменов из 15 стран. Выступая в разных дисциплинах джиу-джитсу, воспитанники дагестанских спортшкол выиграли в Москве больше 20 наград. Помимо Резванова, в этот вечер на родину вернулся серебряный медалист Магомед Беляров. Останавливаться на достигнутом спортсмены не намерены. В ближайших планах участие в престижном турнире в Грозном, который пройдет в начале августа.